Как гласит русская пословица, хлеб всему голова, и означает она то, что хлеб главный продукт в рационе. Или все же нет. Как бы то ни было, 19 ноября, то и сегодня отмечается день запаха свежего хлеба. Мне кажется, что с этим праздником можно поздравить абсолютно всех, или все же кто-то такую дату допропустит. Я вот знаю таких людей, кто убирает любой вид хлеба из своего рациона. Подождите, не торопитесь это делать, ведь в хлебе много всего полезного. Вопрос в том, в каком виде его есть и в каких количествах. Все обсудим с нутрициологом в студии Валерия Гирюгова. Доброе-доброе утро. Валерия, ну... Подожди, первый вопрос, шутка. Вы-то сегодня утром съели бутербродик? Да, я, кстати, ела бутерброды с хлебом сегодня. Вот, все. Значит, если нутрициолог употребляет хлеб, значит, и мы тоже должны. Или нет? Все-таки в каких-то случаях можно хлеб исключить из своего рациона? Или все-таки каждый день по чуть-чуть? Нет, вполне мы можем допускать хлеб в рационе. Вопрос в том, чтобы это органично вообще смотрелось в питании в целом. В принципе, не существует плохих каких-то прям ужасных продуктов, да, и каких-то очень-очень вредных. То есть мы можем его включать в адекватном количестве. Ну вот смотрите, допустим, мы принимаем решение, хлеб будем есть. Вот в какое время суток лучше? Обед, завтрак, ужин? Какой сорт? Какой сорт, да, ведь хлебов-то ого-го сколько сейчас, пекут из всего, мне кажется. Если мы говорим про время приема в пище, здесь вообще надо ориентироваться исключительно на свой график. Действительно, есть рекомендация не есть плотно перед сном, но это скорее для качества сна, да, чтобы его улучшить. А утром мы съедим там источник углеводов или в какое-нибудь вечернее время, вообще разницы никакой нет. Ну а вот а какой хлеб? Потому что сразу вот хлеб, представляешь, вот эти вот белые булочки. Ароматные. Ароматные, но в которых, насколько я знаю, меньше всего пользы. Вот в каком хлебе больше всего пользы? С какой муки, например? В основном у нас делают хлеб пшеничный и ржаной. В ржаном будет чуть-чуть больше витаминов и клетчатки, в пшеничном хлебе будет просто чуть больше растительного белка. Я бы чередовала. Ну это два таких самых популярных сорта. Конечно, если мы говорим про наличие клетчатки, то мы стараемся выбирать хлеб из цельнозерновой муки. Но на самом деле от того, что мы съедим периодически белый хлеб, если мы его реально любим, ну ничего страшного не случится. А есть ли какая-то норма, дозировка, так сказать, я знаю людей, которые могут пол батона за раз съесть за обедом, а то и целые, видел своими глазами? Это ты и был в зеркале. Ну, я бы сказала, что это такой же источник углеводов, как любая каша, как любая крупа. То есть какого-то конкретного количества максимума не будет. Вопрос в общем количестве углеводов в рационе. Конечно, лучше не борщить, если у вас уже есть на тарелке какой-то гарнир, то иметь в виду и считать хлеб тоже за гарнир. То есть если едим макароны, хлебом с колбасой лучше не закусывать. Вот я не знаю, можно ли так вообще сформулировать вопрос, какой хлеб считается самым вредным? Ну вот от которого и поправишься быстро, там не знаю, в котором сахара много. Вот что это? Что надо обходить стороной? Ну, это такая демонизация скорее, но если мы говорим про тот хлеб, который мы используем реже, то это все-таки хлеб из муки высшего сорта, да, такой больше как тостовый. А, такой квадратненький. Да, да, да. То есть, ну, он просто будет с меньшим количеством клетчаток. С эффектом памяти я его называю, потому что на него так нажимаешь, и он так бац, и обратно. Он еще с эффектом 100-летней жизни, потому что я как-то его оставила на много-много времени в холодильнике, и с ним ничего не случилось. Вот он там как лежал полгода порезанный, ни плесневиночки не появилось. Вообще страшно, если честно, потом было такой хлеб брать в магазине. Ну, они просто содержат большее количество консервантов, там нет никакой прям страха в этом, но... Валерия, а при каких заболеваниях от хлеба все-таки стоит отказаться? Или, может быть, выбрать какую-то альтернативу? Есть наверняка и такие. Да, конечно, если мы говорим про серьезный достаточно сахарный диабет, то здесь надо консультироваться своим собственным лечащим врачом, да, и он уже будет давать определенные вот эти вот хлебные единицы. Только при серьезной стадии? Или, в принципе, если есть предпосылки к сахарному диабету, лучше с врачом проконсультироваться про количество съеденных батонов? Если стоит диагноз сахарный диабет, то, конечно же, мы консультируемся с врачом. Если на данный момент просто есть лишний вес или какая-то инсулинорезистентность, то мы занимаемся вопросами снижения веса, и конкретно хлеб исключать не надо. У меня есть одна знакомая девушка, у которой аллергия на хлеб. Вот на все белое, на все сдобное, и она очень красивая и очень стройная. Так, небольшое замечание. Что касается хлеба без дрожжевого, вот как-то сейчас какое-то прям повальное увлечение бездрожжевым хлебом. Вот насколько он полезен... Хлеб без хлеба? Нет, без бася, ну подождите, бездрожжевой хлеб. Но насколько я знаю, в закваску ведь добавляются дрожжи. То есть он получается все-таки дрожжевой? Да, абсолютно точно. Дрожжи есть и там, и там. Просто это маркетинговая уловка. Можно подавать... Может, это меньше? Ну, нет, это не особо влияет. В принципе, при выпекании дрожжи разрушаются. То есть что в одном, что во втором хлебе в итоге как бы дрожжей не будет. Поэтому смысл какого-то большого искать именно конкретно хлеб на закваске... А почему мы так прицепились-то к этому словососчитанию бездрожжевой хлеб? Он как бы менее калорийный или хотя бы что-то там есть, что оправдывает интерес к нему такой сильный? Ну, хлеб на закваске будет содержать чуть больше микроэлементов. Все-таки есть. Но прямо какой-то большой разницы в этом нет. Это больше именно к маркетингу и к тому, что так можно увеличивать продажи. Валерия, спасибо вам большое. Очень приятно, что все-таки вы подтвердили эту великую народную мудрость, что хлеб всему голова, но желательно в первой половине дня и не очень больших количеств. И лучше всего, я так понимаю, черной с ржаной муки. Да, ну, с половиной дня можно выбрать все, что угодно, а в целом, да. Спасибо большое. Благодарим нашу гостю.